Всем привет, с вами Закупач. И знаете что, прихожу я в пятерочку и вижу, что там появились рекламные машинки CrashFest, которые рекламируют по телеку, которые могут врезаться и разбираться. Два игровых режима, это у нас серия 1, всего 24 модели в коллекции. И вот они все. К сожалению, я нашел машинки только одного формата, вот такие гоночные. То есть дрифт, дрифт тачки. А тут есть, смотрите, даже гелик. А, ну вот гелики есть разные, потом вот эти гоночные, которые у меня. Правильно, потом есть такие необычные. Есть даже пикапы. Я бы хотел себе разные, но у нас пятерочки не было. И стоили они что-то 280 рублей, но я вам покажу кадры из магазина, и вы точно поймете, сколько они стоили. Две машинки себе купил. Давайте откроем первую тачку и посмотрим. А, ну тут все, то есть просто она отделяется. И отсюда достается. Все. Ага. А вот этот пьедестал, а, этот пьедестал, я думал, как трамплин будет. Я думал, это как трамплин. И здесь есть даже инструкция, как собирать серию первую. Переключите в положение заблокировать, потом, типа того, отсоедините бампер, потом капот, потом сзади, потом крыша, потом двери. Ага, переключите в положение закрыть. А, ну все понятно, инструкция вроде как легенькая. И первая тачка, вот она, она наша тачка. Смотрите, это флэш. Или кто это? Это какой-то слайм. Или это напоминает кого это? Это карнейджа напоминает больше, мне кажется. Вот такая черная тачка с карнейджем. О, а дрифтить она сможет? А, ее отводишь назад, и она едет. Все, я понял. Да, то есть она инерционная. Ой, ну такая мощная. У машинки задний привод. И вот здесь наши переключатели. То есть режим закрыт. Вот, она сейчас заперта. И режим... А, все, вот так. То есть сейчас она будет разбираться. Или я ее замкну, и она замкнута. МКО. А кто это делает? МКО. Аул Рихт резерв шина. МКО делает какая-то фирма. Ну ладно. Не, ну во всяком случае, летает она лихо. Да, она такая быстрая. Давайте пока мы сразу попробуем разобрать вторую тачку. Это у нас тоже, по-моему, серия 1. Да? Да, тоже серия 1. То есть у нас вся серия 1. Я не знаю, может быть сейчас есть серия 2. О, и вот эту тачку я предлагаю назвать Беззубик. Ну смотрите, это Беззубик, а вот это будет Флэш. Но они по форме абсолютно одинаковые, только единственная раскраска другая. А здесь что написано? Здесь написано Винтаж или Вантаж. Вантаж Пойнт. Непонятно ничего. И здесь то же самое. Технология точно такая. Точно такая. То есть замкнул ее, она не разбирается. Отомкнул ее, все. Она разваливается на разные части. Ну что, попробуем их столкнуть? Прямо сразу? Давайте сначала попробуем на замкнутом режиме. Кто из них сильнее? Просто на замкнутом. Так, я их отдаляю. Давайте вот так, чтобы капоты были видны. Нет, давайте вот так. Я их одинаково поставлю друг к дружке. И отдаляю. Смотрим. Ага. То есть видите, особо ничего не произошло. Возможно, потому что они близко находились друг к другу. Давайте теперь их открою. Так, все. Я их открыл. Теперь они должны разбираться. Ставлю. Отодвигаю на одинаковое расстояние. О, нет! Нет, друзья. Она упала и разбилась. Вы не видите это? Вот. Она разлетелась на разные кусочки. Вот она, вот она. Вот она тачка. И вот от нее части. Надо ставить камеру подальше. Сейчас мы это сделаем. 20-20. Лови мы шеем! Итак, одна машинка у меня упала на пол и развалилась. И теперь мы можем посмотреть ее механизм. Вот так она выглядит. То есть видите, пока она заблокирована... А, разблокирована сейчас. Она вот здесь. У нее ходят зубчики, и они отпускают все детали. Если же ее заблокировать... Вот, я ее заблокировал. Зубчики не ходят. Вот, они в зафиксированном положении находятся. Вроде как ее нужно разблокировать сначала. Да. Мы ее сначала разблокировали. И теперь накидываем. У меня должен был вот эта штука тоже отлететь. Но она что-то не отлетела. Вот этот бампер. Бампер не отлетел. Так, вот эту штуку мы сюда застегиваем. Это не так уж и просто, я вам скажу. А, это зад. Все, я понял. Я перепутал. Вот он. Вот он, капот. Застегиваем капот. Вот он, застегнулся капот. Теперь застегиваем зад. Зад. Зад просто оделся, и все. Он даже не застегнулся. Странно. Странно. Теперь крышу. Крышу мы вот сюда вставляем. Вот крыша застегивается. О, и она держит, получается, зад. И теперь застегиваем двери. Раз дверь застегнулась. И вторая дверь застегнулась. Хоп. Теперь мы ее заблокируем. О, все. Она у нас собрана в состоянии. Теперь, если мы ее бьем... О, ничего с ней не происходит. А если я ее разблокирую, что будет? Она тоже что-то не расстегивается. А, о, все получилось. Все разлетелось. Все, сейчас я их собираю, разбираю и начинаем тестировать. И вот для сравнения вам машинка Hot Wheels. То есть вот рядом с ними стоит Hot Wheels, моя ламба, которую мне подарил подписчик. Вот так она выглядит. И, ну, то есть они реально побольше, чем машинки Hot Wheels. Сейчас, ну, не намного, но побольше, как вы можете видеть. Ну, вроде как нормально. Давайте тестировать. Так, ну-ка, давайте я разгоню машинку и попробую протаранить. О, вон она упала и не развалилась. Это она у меня сейчас замкнутая. Режим замкнутый стоит. О, развалилась все равно. Смотрите, у нее отвалились двери. Хоть она была замкнута. Теперь я ее разблокировал. Интересно, что будет, если она сейчас в нее ударится. Нет! Так, дверь отвалилась, но все нормально. Как вы поняли, особо об машинке они не бьются. Сейчас я ее разблокировал и попробуем ее о стену раздолбать. Вот, я ее развожу. Ничего не произошло. Это у нас был беззубик. А, вот чуть-чуть у него капот приоткрылся, но с машинкой ничего не произошло. Ладно. Возможно, надо, чтобы они как бы расходились. То есть, надо ими поиграть, поиграть. И тогда они начнут разбиваться. Так, еще раз проверяю. Да, я ее разблокировал. Хоп, в стену. На всю силу. О, и у нее отвалились двери. У нее отвалились двери. А так с машинкой все нормально. То есть, мы ее можем сразу же собрать. Хоп, двери на место вставляю и все. И полетели дальше. Чик. 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 О, все. Странно. Что, давайте их друг об дружку попробуем. Давайте попробуем. Так, разгоняю. Ага, они проехали мимо. Как бы попасть. Опять мимо. Да что ж такое-то. Может быть, под углом попробовать? Давайте под углом. Нет. Да с какой силы их надо долбить? Это вообще невозможно. Так, давайте еще раз. Вот. Вот здесь. О, отвалилась дверь. Хм. Что-то слабенькое. Слабенько. Хочется еще сильнее. Может быть, попробовать об машину. Типа она металлическая. Обход Вилс. Так. Опять двери отвалились. Ну-ка ты. Вообще ничего не отвалилось. Что ж такое? А, она уехала, и у нее тоже двери отвалились. Не, только двери отваливаются. Это надо очень с большой силой зарядить, чтобы все остальное отвалилось. Попробуем удар машины об машину. Еле поймал ее. Ничего не произошло. Ну-ка, если вас вот так зарядить одновременно. Чик. Наверное, надо больше разгона брать. Ага, только двери отлетают. Давайте попробуем разгон побольше. Здесь уже больше метра. Так. Завожу ее. О, максимально. Ага, дверь отсоединилась чуть-чуть. Но ничего не отлетело. Фигня какая-то. Слушайте, давайте вторую. Максимальный разгон. Раз, два, три. Опять только двери отлетают. Ну-о-о-о. Фу. Получается, что действенный выход это один, бросать их сверху. Давайте попробую бросать их сверху. Итак, где-то два метра я поднял. Раз, два, три. О-о-о-о. Вот теперь она развалилась. В общем, мой вывод по этим машинкам, что я не советую. Не, фигня какая-то. Возможно, есть такие же машинки у других производителей. Это было CrashFest. А есть еще какие-то CrashTest. Возможно, это CrashFest-то подделка на них. Потому что, ну, это реально надо сильно ее зарядить. Еще есть вариант на трамплин ее запустить. Но, видите, тут какой низкий клиренс. Она на трамплин тупо не заедет. Она заедет на какую-нибудь тетрадочку. На тетрадку максимум. И все. То есть, не получится сделать высокого трамплина из тетрадки. Давайте последний раз я их запущу. Попробую запустить. Вот я их заряжаю. Сейчас. Оп. И так, камера. Фокусируйся камеру. И бросаю. Ну, что это? Двери опять отваливаются. И все. Это не серьезно, дамы и господа. С вами был Закупач. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Один плюс у этих машинок Дамбур Дамбур Можно за сколько купить? Рублей за 130, за 150, до 180 И она железная, из металла, поприкольнее Поприкольнее выглядит В общем не советую Вот эти игрушки не советую Пока.